Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем мы с беседы любителей русского слова, которые мы ведем с Борисом Михайловичем Парамовым. В феврале этого года исполнилось 150 лет со дня рождения Петра Бернгардовича Струва. Значимый юбилей, который нельзя не отметить. Впрочем, будем считать юбилейный не только этот февраль, но весь год. Как в свое время в Советском Союзе отмечали юбилейный ленинский год 70-й. Струва и Ленин, кстати, почти ровесники. Ленин на два месяца моложе. Но Струва и пережил Ленина на 20 лет. Умер в 44-м году в эмиграции в Париже. И Струва с Лениным были не только ровесниками, но одно время и единомышленниками. Хотя недолгое время. Некоторые очень временные единомыслия Ленина и Струва объясняются тем, что Струва был первым русским марксистом. Течение, представленное им, в советское время называли легальным марксизмом. Петр Струва и Михаил Туган-Барановский считались его вождями. В то же время, в конце 19-го и начале 20-го века, в той или иной степени к этому легальному, а лучше сказать, литературному марксизму, присоединились и такие видные в дальнейшем люди, как Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Семен Франк, ставшие со временем ведущим кадром русской философии. Даже богословия в случае Булгакова. Но первым все-таки был Струве. В 1894 году он выпустил книгу к вопросу об экономическом развитии России. Вот слово «экономическое» здесь почти все объясняет. Струве в этой книге, как сейчас говорят, задействовал экономическую теорию Макса, его учения о смене экономических формаций как механизмы исторического развития. «Капитализм и его ведущая сила буржуазия сменяют прежний феодализм с необходимостью едва ли не естественного процесса. Россия на этом пути задержалась в силу всякого рода пережитков политического порядка, политического господства самодержавия. Но, как говорится, процесс пошел. Россия не избегнуть этого пути экономического, а следовательно и политического развития». Вот тут был главный пункт. До этого существовавшая в России влиятельная школа народничества выдвигала мысль о возможности для России избежать издержек капиталистического развития в силу существования в русской деревне крестьянской поземельной общины, коллективного владения землей. Русские крестьяне не были нищими, не были пауперами или, понятнее сказать, пролетариатом, то есть неимущим классом. Как тогда говорили, Россия избежала язвы пролетарства, поражавшей бедняков на Западе. И вот в силу существования этой институции в социальной жизни России социализм в России может возникнуть на этой самой основе, на вот этом стихийном, что ли, коллективизме крестьян. То есть для победы социализма России не нужно, не обязательно проходить путь капиталистического развития со всеми его ужасами. На самом деле капиталистический процесс уже в России шел, и перспективы обещал для марксистов именно такие, социалистические. И не нужно для этого цепляться за миф о социалистических потенциях крестьянской общины. Россия, писал Струве, его тутпойнт, страдает не столько от капитализма, сколько от недостаточного его развития. Такая была эффектная формула. Нужно признать нашу отсталость и пойти на выучку капитализму. Здесь русская перспектива. Всякая и социалистическая, и общекультурная. И не надо держаться за исторические пережитки вроде той же общины. Но это, Борис Михайлович, помнится, в советское время приводилось и вспоминалось вообще в защиту того тезиса, что так называемый легальный марксизм был буржуазным прочтением Маркса. Так вот вопрос. Исповедание марксизма было ли у Струве связано с социалистическими симпатиями? Или он действительно был с самого начала неким буржуазным лазутчиком в марксистском революционном стане? Эдаким Штирлицем. Надо сказать, что русские легальные марксисты не очень верили в пролетарский мессионизм Маркса, в миф о пролетариате. Эмпирический пролетариат совсем не похож на пролетариат марксистского мифа. Да и само понятие революции, говорили они, и больше всего именно Струве, в сущности не следует из ядра учения Маркса, из его экономического детерминизма. Тут много интересного, я бы сказал, забавного говорилось в этих первых битвах марксистов с народниками. Причем не только в России, но и в Германии. С ее мощным социал-демократическим движением начинался, как известно, вот этот самый ревизионизм. Понятие революции неорганичное для марксизма, структурно с ним не связано. Все решает процесс объективного развития, который не требует органический чужд всяким субъективным усилиям. По этому поводу много тогда интересного писалось. Задавался, например, такой вопрос, нужно ли создавать партию содействия лунному затмению. Коре таковое происходит в силу объективных астрономических законов и без всяких усилий с нашей стороны. Так в нарисованной марксом картине мира, если переход капитализма в социализм – это естественный исторический процесс, так незачем ему способствовать, незачем революционная социалистическая партия. В широком философском развороте это тема необходимости свободы, глубоко философская тема, до решения которой как раз марксизм ничего не дает. Философия марксизма грубая и примитивная, не идет дальше сенсуалистского материализма французов XVIII века. Поэтому грамотные, то есть вот эти самые легальные марксисты в попытках углубить марксизм философски взялись за Канта, за так называемую критическую философию по названию трех критик Канта. Яркое свидетельство этих философских поисков – первая книга Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии», который Струва написал обширное сто страниц предисловия. А Сергей Булгаков написал двухтомную книгу «Капитализм и земледелие», в которой показал неприменимость марксистской теории к экономике сельского хозяйства. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» новая беседа любителей русского слова. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – Борис Парамонов. 150 лет со дня рождения Петра Бернгардовича Струва. Борис Михайлович, ведь известно, что Ленин написал именно о Струве целую книгу, причем резко критическую, и тоже издал ее легально. Был ли тот, как вы любите выражаться, поинт? Нет, это дело касается Ленина, а не Струва. Книга Ленина называлась «Экономическое содержание народничества» и критика его в книге господина Струве с подзаголовком «Отражение марксизма в буржуазной литературе». Гораздо интереснее, что сам Струве писал о Ленине, причем не в полемике с ним, а позднее. И не в литературе уже, а столкнувшись с ним в жизненных обстоятельствах. И не надо забывать, что Струве поначалу весьма тесно был связан с зарождающейся русской социал-демократической партией. Он написал ее манифест к первому ее съезду в Минске. Ну вот что Струве позднее, уже в эмиграции, писал о Ленине. Впечатление, с первого же раза произведенное на меня Лениным и оставшееся во мне на всю жизнь, было неприятное. Неприятна была не его резкость. Было нечто большее, чем обыкновенная резкость, какого-то рода издевка, частью намеренная, а частью неудержимо стихийная, прорывавшаяся из самых глубин его существа, в том, как Ленин относился к людям, на которых он смотрел, как на своих противников. В своем отношении к людям Ленин подлинно источал холод, презрение и жестокость. Резкость и жестокость Ленина, это стало ясно мне почти с самого начала, с нашей первой встречи, была психологически неразрывно связана и инстинктивно, и сознательно с его неукротимым властолюбием. И вот что важно в этой характеристике. Струве увидел тесную связь индивидуальной психологии Ленина с характером усвоенного им учения, марксизма. В соответствии с преобладающей чертой в характере Ленина, я сейчас же заметил, что его главной установкой была ненависть. Ленин увлекся учением Маркса прежде всего потому, что нашел в нем отклик на эту основную установку своего ума. Учение о классовой борьбе, беспощадной и радикальной, стремившейся к конечному уничтожению и истреблению врага, оказалось конгениально его эмоциональному отношению к окружающей действительности. В этой ненависти было что-то отталкивающее и страшное, ибо, кореняясь в конкретных, я бы даже сказал, животных эмоциях и отталкиваниях, она была в то же время отвлеченной и холодной, как само существо Ленина. Органическая связь индивидуальной психологии и обобщающей теории. Зерном марксизма Ленин считал учение о классовой борьбе, естественно сопровождаемой аффектами ненависти. И эта теория дала рационализированную мотивировку этой его личной злобе и ненавистничеству. А со временем это превратилось в господствующий тон всей российской, советской жизни. Ленин породил в России тысячи, миллионы человеконенавистников. Борис Михайлович, тут многие с вами не согласятся. Известно ведь, что есть точка зрения, согласно которой теория Маркса не может быть прямо увязана с практикой ленинской революции. Что Маркс и Энгельс в ужасе бы оттолкнулись от большевистской практики, если бы они столкнулись с ней при своей жизни. Мне знакома эта точка зрения, и я готов признать некоторый за ней резон. Но все же скажу, что в оценке той или иной теории нельзя пройти мимо того, как она реализовалась в жизни. По плодам их судите их, как говорится в Библии. Момент реализации теории есть интегральная часть всякого суждения о ней. Но вернемся назад, ко времени Первой русской революции 1905 года, даже более раннему времени. Посмотрим, что делал тогда сам Струве. С целью политической борьбы с цилизмом в начале века он эмигрировал и создал за границей группу «Союз Освобождения», выпускавшую свой печатный орган под названием «Освобождение». Это был зачаток будущей конституционно-демократической или кадетской партии, которая создалась уже в событиях 1905 года, после манифеста 17 октября и созыва русского парламента, Думы, депутатом которой во втором ее созыве был Струве. В общем и целом Струве стал наряду с Милюковым вождем русского либерализма, только отличавшимся от Милюкова более взвешенными политическими суждениями. Милюкова часто клянила влево. Это он сказал, у нас нет врагов слева. А эволюция Струве во все дальнейшие годы и в России, и потом в эмиграции, характеризовалась как раз противоположной тенденцией. Он вправо уходил и далеко довольно ушел. Первая революция, как известно, потерпела поражение. Но наступившее после нее время ни в коем случае нельзя называть реакцией и к ней сводить все происходившее. Нет, это был период громадного культурного роста в России. И в этом процессе Струве играл одну из первых ролей. Достаточно упомянуть его участие в сборнике Вехи. Это важнейший этап русского культурного роста. Изживалось примитивное мировоззрение прежде интеллигенции с ее упрощенным пониманием русской жизни и русских исторических задач. Статья Струве в Вехах была посвящена вопросу о государственности и критике интеллигентского нигилизма в отношении государства. В новой русской истории интеллигенция, писал Струве, была метаморфозой старого явления анархического противогосударственного казачества, особенно разрушительно действовавшего в смутное время. Это выступление Струве вызвало особенно острую критику со стороны интеллигентских стравоверов. Общий тон критики был таков – Струва переходит на позиции царизма. Конечно, это было несправедливо. Нельзя отразделять широкое понятие государства, государственности с исторически приходящей и узкой формой царизма. Позиция Струве была заглядана вперед. Придет время, и мы станем государством, властью. Надо к этому готовиться заранее, выращивать в себе государственный смысл. Интеллигентское отщепенство от государства есть свидетельство все той же узости тогдашнего интеллигентского взгляда. И эту позицию Струве высказал и защищал не только в сборнике Вехи, но и в другой принципиальной статье, написанной несколько позже и носившей провокативные названия «Великая Россия». Повторяю, Струве выступал с позиции будущего государственного деятеля, создающего свою ответственность за целостную жизнь нации. Нации, взятой не в узком этническом смысле, а нации как государство. Это как в английском языке. Nation – это именно государство. А национальность – это nationality. Совершенно верно. И с этими мыслями Струве нельзя не согласиться. Особенно если вспомнить еще ранее, до первой революции, написанную им статью, что такое истинный национализм. Интересно, как он философски трактовал этот вопрос. Национализм, скажем мягче, нейтральное. Национальное сознание Струве призывал обосновывать номиналистически. Это старая философская диходомия, еще от Аристотеля ведущая реализм и номинализм. Что первичное? Имя, понятие вещи или сама вещь? Реалистами назывались приверженцы первой точки зрения. Понятие, порождающая модель первична. Это Платон. Аристотель же говорит, что понятие есть отвлеченные, то есть абстрактная характеристика вещи, но первична сама вещь. Это номинализм. Идея – это только имена вещей, номина. И Струве в установке на номиналистическое обоснование национализма, национального сознания, выдвигает на первый план индивидуализм, примат личности. Национализм должен строиться от человека, а не порабощать его, как некая внеличная сущность. Короче, я с ней. Нация тогда крепка, когда ее составляют не подданные государства, а свободные индивиды. Первичный человек, а не государство. И не нация. И вот еще какой сюжет Микар за интересной муструве. Он, едва ли не единственной в России, обратил внимание на одну пророческую книгу, появившуюся в 1908 году. Но в Европе она сильно нашумела, вызвала пристальное внимание в самых высоких интеллектуальных кругах. Это книга французского теоретика анархосиндикализма Жоржа Сареля «Размышления о насилии». Главная мысль книги – привести к победе социализма может не тщательно построенная теория, претендующая на всяческую научность, а скорее воодушевляющий миф. И вот Струве посчитал эту книгу, саму эту мысль показателем окончательного краха социализма. Вот его аргумент. Мысль, что только верные по содержанию или истинные идеи могут производить полезные действия на личную или общественную жизнь, есть рационалистический предрассудок. Научно-ложные идеи могут в силу своего психологического действия оказывать на общественную жизнь могущественное и благотворное влияние. Они могут приводить к политически правильным действиям. Но когда я говорил о полезном действии объективно-ложных мыслей, я всегда предполагал, что и те, к которым обращена проповедь, и сами проповедники не только не сознают объективной ложности проповедуемого, но наоборот уверены в его истинности. Словом, социальные иллюзии не означают социального обмана. Маркс, Энгельс, Бейбель, Каутский в самых главных существенных пунктах верили или верят в те догмы, которые они проповедовали. Глубоким моральным и идейным разложением отдает от тех рассуждений, в которых философ синдикализма в основу своей проповеди кладет циническое признание мифологического характера ее основной концепции. Сорель не верит в афоризм Конта. Понимать значит предвидеть, но из этого скептицизма по отношению к научному предвидению в социологии для него вытекает не сознание практической сложности и ответственности всякого общественного действия, а наоборот, безграничная свобода действовать во имя своих мифологических концепций. Вот это открытое признание, даже исповедание того, что политическое действие не только может, но и должно работать вне всякого обоснования этой политики и этого действия, что можно, и даже, повторяем, должно руководствоваться не теорией, а мифом. Вот это Струва посчитал саморазоблачением социализма и окончательным доказательством его несостоятельности. Это гиппократово маска социализма, древний медицинский термин, обозначающий изменения в лице умирающего. Статья Струва так и называлась «гиппократово маска». Ну что тут можно сказать? Увы, Струва оказался неправ. Дальнейшие события доказали демоническую правоту Сареля. Большевистская революция велась мифом, а не верным истолкованием исторического момента. То есть сам исторический момент представляет игралище всевозможных стихий, а не движение по рационально выверенным линиям той или иной теории. Но как раз Струва, как вы уже говорили об этом, едва ли не первым сказал, что не существует никаких твердо установленных исторических законов, что нет в истории разумного движения, ходы которого можно вычислить и учесть. Да, это так. Но если в истории нет никакого провинциального плана, это не значит, что нельзя участвовать в истории, руководствуясь разумными соображениями. Вот так думал Струва. Увы, это ошибка и Струва, и Милюкова, и всего русского либерализма. Это были умные и образованные люди, но они считали, что их аргументация победит, если они говорят правильные вещи. А масса куда с большей готовностью реагирует как раз на сказки, на миф. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» новая беседа любителей русского слова. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник Борис Парамонов. 150 лет со дня рождения Петра Абернгардовича Струва. Я помню, Борис Михайлович, вашу программу о Милюкове в серии «Русские европейцы», где вы, вспоминая, что Милюков был скрипач-любитель, говорили, что скрипка отнюдь не подходящий инструмент для исполнения музыки революции. В общем, Струва в русской истории места не нашлось. Оно было зарезервировано за Лениным. Да и не зарезервировано, а нагло, нахрапом, захвачено. Как говорится, победителей не судят. Но этим афоризмом даже в истории не обойтись. Есть победа, а есть ее последствия. Победа большевиков и пребывание у них у власти ничего хорошего России не принесло. А многие скажут, что принесло. Победу в войне с Гитлером. А этой победы можно было добиться и без большевиков с ихней индустриализацией. Можно подумать, что без них Россия и не развивалась бы. Еще как. Было подсчитано, что, сохранив те темпы развития, которые были достигнуты к 1913 году, Россия к 1929 году догнала бы Америку. А на такую страну и Гитлер бы не полез. Да вернее сказать, его бы и не было, если бы в Европе появилась мощная демократическая Россия. А к тому шло. Впрочем, как модно теперь говорить, история не имеет сослагательного наклонения. А что можно сказать о Струве в годы эмиграции? Есть там интересные сюжеты? Он писал, но не сумел закончить, умер. Большую книгу о социальной истории России. Были в этой книге, что называется, зернистые мысли. Особенно одна меня привлекла. Как раз о том, почему в правлении большевиков можно смотреть некоторые как бы коренные черты русской жизни. То есть, вроде бы не Маркс с Энгерсом виноватый, а русская традиция. Струве это объяснил, введя остроумное понятие регрессивной метаморфозы. Он написал, что страна, сошедшая со своего достигнутого пути, проваливается не в то прошлое, которое предшествовало этому провалу, а гораздо дальше, глубже, уже в собственную архаику. Вот откуда появляется Иван Грозный. Он не дошел до новых времен, будучи некой константой русской истории, а русская история провалилась к нему. Вот это Струве называют регрессивной метаморфозой. Ну, вот еще один сюжет, поднятый Струве в той статье, которую он в 18-м году написал для сборника из глубины. Это о Ленине. Владимир Ильич Ленин-Ульянов мог окончательно разрушить великую державу российскую и возвести на месте ее развалин кроваво-призрачную Савдепию потому, что в 1730 году отпрыск династии Романовых племянница Петра Великого герцогиня Курлянская Анна Иоанновна победила князя Дмитрия Михайловича Голицына с его товарищами верховниками и добивавшиеся вольности, но боявшиеся сильных персон шляхетства и тем самым окончательно заложила традицию утверждения русской монархии на политической покорности культурных классов, преднезависимой от них верховной властью. Своим основным содержанием и характером события 1730 года имели для политических судеб России роковой предопределяющий характер. Монархическая власть, самодержавие победила тогда конституционные стремления и боярской аристократии, сильных персон и среднего дворянства, шляхетства. И как самодержавие победило эти общественные силы, опираясь на физическую воинскую силу дворян-гвардейцев, позднейших лейб-компанцев, то есть опираясь на солдатчину, непосредственно заинтересованную в торжестве монарха над сильными персонами и шляхетством. При этом была использована, как известно, рознь между двумя только что названными элементами. С другой стороны, весьма важно и то, как были смягчены и преодолены конституционные стремления шляхетства. Достигнуто это было удовлетворением некоторых его весьма жизненных интересов. Переворот 1730 года не дал политических результатов, был государственным фиаско шляхетства, но его отражение в императорском законодательстве ближайшей эпохи несомненно и весьма существенно шло навстречу шляхетским интересам. Таким образом, самодержавие, отказав к культурному классу во властном участии в государстве, вновь привязало к себе этот класс цепями материальных интересов, тем самым отучая его от политических стремлений и средств и приучая к защите своих интересов помимо постановки и решения политического вопроса. Это чрезвычайно злободневно звучит, как будто о сегодняшней России сказано один в один. В России сохранился тот политический строй, что был характерен для советской истории. Единовластная диктатура, в основе которой подкуп правящего класса, номенклатуры, вчера довольствовавшейся установленным пайком, а сегодня допущенной к посильному обогащению, а творческие силы нации, культурный класс, по-прежнему отстранен от управления, от адекватного участия в общенациональной государственной жизни. Так и последствия будут те же, как монархия упала в 17-м году, тайка нынешний режим обнаруживает признаки заметного упадка. В любой революции всегда главный виновник власть. Тут парадокс. Чтобы сохранить власть, попросту государственный порядок, надо не монополизировать власть, а делиться ею. Не сосредоточивать власть в одних руках, а распространять ее на весь общественный состав. Это и есть власть народа. Не разделяй и властвуй, а разделяй власть. Вы слушали очередную беседу любителей русского слова, приуроченную сегодня к 150-летию со дня рождения Петра Бернгардовича Струва. Моим собеседником был Борис Парамонов. Программа «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем выпуск. Новая глава мемуаров Марины Ефимовой. Ее название «Яблочные воспоминания». Я услышала о яблоке раньше, чем я его увидела. Во время блокады, да и вообще за всю войну, в мои от двух до пяти, оно фигурировало в сказках и в матросской песне «Эх, яблочко, куда котишься, в комендатуру попадешь, не воротишься». В Ленинградском военном госпитале на улице Правды мы, детсадники, плясали под яблочко в присядку перед ранеными. Первое яблоко в жизни – Антоновка. Одно огромное, бледно-зеленое, наполнившее яблочным духом всю комнату. Его кто-то подарил вскоре после снятия блокады. Я оглаживала его, играла с ним, и хотя уже знала загадку «тронешь гладко, откусишь сладко», идея съесть его казалась кощунственной. В самом виде яблок, особенно Антоновки, в их величине, фактуре, цвете и форме, было для меня что-то неправдоподобное. И в сказках волшебство яблок казалось естественным. Катится яблочко по блюдечку, наливное по-серебряному, а на блюдечке все города видны, корабли на морях, полки на полях, и гор высота, и небес красота. Зато изумляла, скажем, неожиданная роль крапивы, из которой в сказке Андерсона «Дикие лебеди» самоотверженная сестра плела братьям спасительные рубашки. Помню своё возмущение девочкой из сказки «Гуси-лебеди». Девочка, у которой эти загадочные гибридные птицы украли маленького братца, спрашивает дикую яблоню «Яблонька, яблонька, куда гуси-лебеди полетели?» Яблоня отвечает «Съешь моего лесного яблочка, тогда покажу». «Что ты, говорит высокомерно девочка, у моего батюшки и садовые-то не едятся». И обиженная яблоня не показывает девочке, куда гуси-лебеди унесли её братца. Меня возмущала не столько неуместная разборчивость девочки, когда речь шла о спасении брата, сколько её пренебрежения к тому, что для меня было деликатесом. К простому кисельку, предложенному молочной речкой с кисельными берегами, к ржаному пирожку, свежеиспечённому, одиноко стоявшей в поле печкой. Ничего удивительного, в сгоревших деревнях среди прикрытых травой развалин торчали только печи. И к лесному яблоку. В 1946 году в пионерском лагере на Карельском перешейке наш младший отряд водили на заброшенный хутор, видимо, бывший финский, в его одичалый сад, где мы украдкой пожирали зелёные яблоки с ещё белыми мягкими семечками. Нас передёргивало от их кислоты, но они прыскали соком, хрустели, пахли Новым Годом, и мы срывали их прямо с низких веток бесплатно. С яблоками связаны сильно эстетические впечатления детства. Меня, например, поразило само дерево яблоня, увиденное впервые под Ленинградом на даче у друзей. После снятия блокады я успела повидать много деревьев в уцелевших пригородных парках, но дерево, на чьих ветках висят плоды, видела впервые. Их висело немного, они были почти белые и такие налитые, что казалось, жизнь дерева, уйдя из полуголых ветвей, из пожухлых листьев, из кривого ствола, вся перелилась в них. Они назывались, понятно, белый налив. И вечером действительно белели, светились в темноте. Первым послевоенным летом по настоятельному совету двоюродного деда Шуры, педиатра, наша семья вывезла детей из затащавшего Ленинграда в сытую Литву. Там на хуторе росли яблони и вишни, некоторые прямо у дороги. Их запыленные мелкие плоды хозяева не собирали, и они заставались нам даром. Тогда от деда Шуры я впервые услышала английскую поговорку «Apple a day, doctor's away» «Одно яблоко в день и забудь про докторов». Детей военного времени не надо было убеждать в пользе яблок. Мы лечились ими при всяком удобном случае, не интересуясь пояснениями деда Шуры, что когда-то сам Гиппократ ими лечил. Одними сортами желудок, другими сурсоловой кислотой болезни сердца. Оцветительной силе яблок мы, дети, и сами знали из источников, которым безоговорочно доверяли. «Царь очень устарел и зрением обнищал, а слыхал, что за три-девять земель сад есть с молодильными яблоками». Тут небольшое добавление в скобках. В 1950-60-х годах русский ботаник и биохимик профессор Уральского лесотехнического института Леонид Иванович Вигаров пришёл к выводу, что полезность для здоровья всех яблок сильно преувеличена и что только пять процентов этих плодов действительно содержит значительное количество витаминов. Бесполезным, по его мнению, оказался белый налив, пипин шафранный, московская грушовка и многие другие сорта. Причём он заметил, что среднерусские и северные яблоки богаче витаминами, чем крупные и румяные и южные. И Вигаров со своими сотрудниками начал выводить специфически витаминные сорта. Налив алый, витаминная Исаева, Бабушкина, это для средней полосы, а для Сибири ранетка десертная, тихоновская, грушовка омская, дынная, диброва. Эти сорта так и называли молодильные яблоки Вигарова. Но работы уральского профессора не пользовались поддержкой сверху. И приехав однажды утром в свой сад лечебных культур, как он официально назывался, профессор увидел, что часть питомника выкорчевана бульдозером, расчищавшим строительную площадку под общежитие. После смерти Вигарова его дело никто не продолжил. Сад его под Екатеринбургом всё ещё существует, но он стал скорее музеем, чем опытным участком. Сад цветёт, говорит безжалостная народная мудрость, пока жив хозяин. И тем, кто будет продолжать дело Вигарова, практически придётся начинать с нуля. Но кое-где яблони вигаровских сортов ещё можно найти, например, в ботаническом саду МГУ. А главное, саженцы этих сортов продаются, их можно купить и посадить в своём саду. Школьные уроки ботаники разбудили во мне такую любовь к растениям, какой я никогда не испытывала к животным. Я с умилением рассматривала толстые семидоли, проросшие фасоли, со сплюснутым между ними зародышем ростка. Наблюдала за просыпанием луковицы, поставленной на стакан с водой и в одно прекрасное утро пустившей вниз белые корешки, а вверх зелёную стрелку. Я терпеливо следила за набуханием липких ароматных почек на тополиной ветке. Возможно, я бы стала биологом, если бы не взаимная антипатия между мной и учительницей ботаники с её стороны сильнее, чем с моей. Однажды в феврале и предложила за хорошую отметку прорастить их дома в воде с добавлением аспирина или сахара. Моя веточка, единственная в классе, не только дала корешки, но расцвела. Когда я принесла её в школу, её красота тронула даже моих оторв-одноклассниц, но не учительницу. Пятёрку она мне, правда, поставила, но не похвалила, ничего не посоветовала и сразу перешла к новому материалу. Цветущая ветка простояла на её столе до конца урока упрёком. Я сумела сохранить яблоневый черенок с корешками до весны и высадила его в наш бессолнечный каменный двор на разъезжей, где в углу сохранилось немного земли подобие токыра. Я раздолбила окаменевшую землю топором, расковыряла совком, посадила ветку и долго её поливала. Её даже не растоптали малолетние дворовые вандалы. Она умерла своей смертью. К слову сказать, у меня и в юности был довольно дурацкий эпизод с ветками цветущей яблони. Сразу после выпускного вечера я поехала на Карельский перешейк в места своего бывшего пионерского лагеря. Там я добрела дофинского хутора, как и прежде заброшенного, и отломала себе на память две веточки от доцветавшей яблони. Ехала я обратно в электричке, одетая в белое штапельное выпускное платье за неимением другого летнего платья. И с яблоневыми ветками. Напротив меня сидела толстая тетка с грубым лицом, но с умильным выражением, и почти всю дорогу на меня смотрела. Я и сама на себя умилялась. Такая юная девушка в белом, с цветущей веткой в руке. А в Ленинграде на перроне эта тетка вдруг крепко схватила меня за плечо и подтащила к дежурному милиционеру. Милиционер был ошарашен не меньше меня, но тетка громогласно объяснила ему, что я преступница, потому что ломать яблоней незаконно. Она даже предложила меры наказания, включавшие штраф и тюремное заключение. Милиционер молодой и усталый сказал тетке, разберемся с ней, гражданочка, и потом решительно, а вы идите, идите, спасибо. Когда тетка оглядываясь ушла, я волнуюсь начала объяснять милиционеру, что сломала ветки на заброшенном хуторе, что закон, конечно, правильный, но я его не знала. По взгляду милиционера, на редкость выразительному, я вдруг представила, с какими нарушителями ему, наверное, пришлось иметь сегодня дело. С карманниками, с алкашами, с участниками массовой поножовщины. Милиционер смотрел на меня и молчал, потом встрепенулся и пробормотал, «Да вы, дети, она уже ушла». Я дурашливо спросила, «Просто отпускаете?» И он сказал, «Ну, дайте понюхать цветы». В классе в седьмом на уроках ботаники мы прошли и забыли Мичурина. В памяти осталась сиявшая на картинке груша «Бере зимнее Мичурина», полученная от скрещивания роскошной «Бере диль» с уссурийским безымянным и несъедобным дичком. Объявленный в нашем детстве главным советским садоводом Владимир Иванович Мичурин был ветераном армии селекционеров задолго до советской эпохи. Самоучкой и на все руки мастер он был одержим идеей отдалённой гибридизации, то есть скрещивал далёкие друг от друга виды. Не от его ли опытов, которые в моё время настырно прославлялись, родилось ходячее выражение «скрестить верблюда с мотоциклом». Мичурин, например, создал гибридный цветок фиалковая лилия. На вид лилия, но с ароматом фиалки. В 1899 году он скрестил сливу с терновником в надежде получить морозоустойчивый сорт. Вкус гибрида был так ужасен, что садовод снова скрестил его со сливой. И тогда результат получился достаточно вкусным, как пишет автор интернетной статьи о Мичурине. Современные авторы признают выносливость и стойкость 48 новых сортов яблок и 15 сортов груш, выведенных знаменитым садоводом. Но вяло оценивают вкусовые качества его гибридов. Его сорта удобны в транспортировке и морозостойке. Он вывел даже сорт яблок специально для особо ветреных мест без семянка Мичуринская. Я не знаю, какие сорта яблок продавались в ленинградских овощных магазинах времён моего детства и юности. Мы тогда держались правила, сформулированного в чеховской жалобной книге «Лопай, что дают». Поэтому для нас в 50-х годах имя Мичурина ассоциировалось не со вкусными фруктами, а со словословием учебников и журнальных статей. Народ же реагировал на Мичурина шуткой. Он полез на ёлку за укропом, а его арбузами завалило. Но отдадим должное. Иван Владимирович Мичулин был подвижником. Его питомник гибридных растений постигали все неудачи, какие только могут быть на этом поприще. Наводнения, оползни, эпидемии, морозы и засухи. Добавим безвестность и бедность. Российская официальная наука не признавала доморощенных мичуринских методов. Он не сдавался. Это ему принадлежит гордый лозунг, набивший нам оскомину с детства. Мы не можем ждать милости от природы, взять их у неё наша задача. В 1910 году в Канаде из всех сортов вишни пережил чудовищно морозную зиму только один сорт – плодородная мичурина. Американцы пригласили русского селекционера к себе, но он отказался, написав им «и растения-то плохо приживаются на новых местах, что уж говорить о людях». В 1912 году его известность доползла до Петербурга, и ему была пожалована Анна Третьей степени. Голландцы торговали у мичурина луковицу фиалковой лилии с условием никогда не выращивать её в России. Мичурин не продал. И вот сейчас можно прочесть в интернете восхищенные отзывы российских садоводов об этом ботаническом изыске. Всего мичурин создал больше трёхсот гибридных сортов растений. «Я только выращивал», писал он в старости, «остальная жизнь прошла мимо, не оставив следов в памяти». После революции питомник мичурина экспроприировали, а его самого утешили должностью директора, а позже почтили званием академика. На базе его питомника создали селекционно-генетическую станцию. Что с ней стало в конце тридцатых, когда Лысенко со Сталином объявили генетику лженаукой, можно догадаться. Но Мичурин вовремя умер в 1935-м. Памятник Мичурину в Москве на ВДНХ я увидела году в 59-м, когда он был совсем новым, а яблоневый сад вокруг был ещё детсадом. Рядом со мной остановился пожилой человек сельского вида, посмотрел на памятник и сказал ворчливо, ни одного нормального яблочка не оставил. Вспомнила эти слова через 20 лет в Америке, в стране победивших селекционеров. Но об этом чуть позже. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» новая глава мемуаров Марины Ефимовой. Она называется «Яблочные воспоминания». Читает автор. Яблоко – плод древний. Веков за 12 до Рождества Христова богиня Гея подарила Зевсу и Гелии яблоню с золотыми яблоками. Подаленная яблоня росла в саду Атласа под охраной его дочерей Геспирид. Геракл, чтобы достать из их сада три золотых яблока, перебил кучу народа, включая целей и полубогов. Одно из этих мифических яблок стало яблоком раздора, начавшим Троянскую войну. И оно же символом любви. В Древней Греции Афродиту изображали с яблоком в руке. В Древнем Риме каждый обед заканчивался яблоком. Не столько ради его пользы для пищеварения, сколько за его способность возбуждать плотскую страсть, которой предавались после обеда. Уже в Соломоновой «Песни песней» говорится с обморочной чувственностью «Напоите меня вином, накормите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Но для яблока даже Ветхий Завет новейшая история. Если верить учёным, первое известное путешествие яблока из его родных мест, из горных лесов Тиньшане в Китай, было совершено 10 тысяч лет назад. Ботаники называют родиной яблока Казахстан, а тамошние горные леса главным естественным яблочным питомником, первым черновиком Господа, задумавшим создать яблоко. В Алма-Ате яблони прорастают сквозь щели в асфальте. Есть замечательный документальный фильм американского режиссёра Эдварда Грея с несколько двусмысленным названием «Ботаника желания». Его первая часть о яблоке в фильме натуралист Майкл Полон даже возбуждает в зрителях лёгкий мистический трепет, показывая, как в своём шествии по земному шару яблоко использовало человека, не меньше, чем человек использовал яблоко. Яблоня, говорит Полон, была прикована к горным лесам нынешнего Казахстана. У неё не было цепких семян, чтобы цепляться за шкуры животных, и она должна была быть хитрой антрепренёршей, чтобы отправиться в путешествие. Её эволюционной стратегией стала сладость плода. Фундаментальная истина биологии. Каждая наземная млекопитающая нуждается в сладком. В дикой природе горькое не трогали ни животные, ни люди, а сладкое равнялось понятиям съедобное и сытное. Дикие лошади и медведи переносили семена яблок в своём кишечнике, а люди в сидельных мешках. Но гениальность яблока как растения в том, что оно не просто распространилось по миру, но вошло в человеческую культуру бессмертным ботаническим героем. Оно присутствует во всей человеческой истории, даже там, где в реальности его не было. Конец цитаты. Ботаник Полон намекает на то, что в райском саду не яблоки росли на дереве познания добра и зла, а, скорее всего, гранаты. Похоже, хитрый плод украл первородство у граната, как и Аков у Исава. Яблоневый сад я видела в России только раз, в 1952 году. И он остался в памяти райским садом. Он тоже был в горах, точнее, в предгорьях главного кавказского хребта в районе Туапсе. Одно лето я подростком жила там с семьей маминых друзей. Перед самым отъездом мы отправились в поход за яблоками. Шли большой дачной компанией по лесной дороге вслед за медленной телегой все выше в холмы. Дети весело болтались в телеге, в соломе, остальные шли пешком. Женщины в сарафанах и соломенных шляпах. Мужчины в белом, все загорелые, красивые и старомодные, как персонажи только что прочитанных мной повестей Тургенева. Тургеневское настроение не ослабло, когда за поворотом дороги открылся дремучий сад. В нём росли могучие и корявые яблони, усыпанные разноцветными плодами. Я знала довольно много сортов, спасибо ненавистной ботанички. Антоновку, белый налив, плоский ранет, восковой розмарин и зелёная семеренка. Но в огромном саду выглядывало из тёмной листвы ещё множество безвестных, продолговатых, либристых, очень мелких, почти коричневых и неправдоподобно больших цвета зари. Дачники, горожане бросались от дерева к дереву, ахали и набирали понемногу каждого сорта, чтобы всё попробовать, благо стоило всё это сущие копейки. Назад эти разноцветные разновеликие яблоки, живописно уложенные в корзины, увезла телега вместе с чавкающими детьми. Яблоневых садов в России я больше не видела и с завистью читала бунинские антоновские яблоки. Помню раннее свежее тихое утро. Помню большой, весь золотой, подсохший и поледевший сад. Помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах мёда и осенней свежести. Воздух, так чисточно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. Это тархани, мещане-садовники наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за другим, но уж таково заведение. Никогда мещанин не оборвёт его, а ещё скажет «Вали, ешь досыто, делать нечего, на сливание все мёд пьют». Конец цитаты. Америка тоже оказалась яблочной страной, но тут не сады, а в соответствии с американскими масштабами гигантские плантации. Скучные ряды одинаковых яблонь, рассаженных в промышленном масштабе и в геометрическом порядке, и красивых только весной, во время цветения. Но всё же моё первое знакомство с американским яблоком в Мичигане через месяц после приезда тоже было волнующим. Городок Эн-Арбор, где мы поселились, расположен в долине в окружении холмов. Осенью в год нашего приезда там настолько не было ветра, что листья с деревьев, посаженных вдоль улиц, тихо опадали вертикально вниз и неделями лежали пёстрыми кучами под каждым деревом. В середине ноября, в день моего рождения, в Ленинграде обычно выпадал первый снег. И я всю жизнь подбегала к окну чернильно-лиловым утром полюбоваться на белых мух. А тут, в наш первый американский ноябрь, в солнечный день, такой тёплый, что все были просто в свитерах, мы отправились большой компанией на ферму, где делают яблочный сидр. Огромный красный амбар, как на открытках Home Sweet Home, внутри уставлен бумажными кошёлками с местными яблоками. Яблочный дух так силён, что уже перестаёт быть запахом и становится литературным персонажем. У старинного жома работают румяные приветливые герои Карстен Маккалерс. После первой же моей фразы спрашивают «Вы откуда, мэм?» Откуда? Из России? Боже право! Это в Сибири? Снаружи из-за окошка дощатой времянки подают на бумажных тарелках обжигающие горячие масляные присыпанные тающей сахарной пудрой пончики донатс. Наша компания свежих эмигрантов рассаживается за деревянным столом с намертво прибитыми к нему скамейками. Мы смотрим друг на друга на странно красный дубовый лес на неуместно живописный амбар качаем ошеломлённо головами и чокаемся бумажными стаканчиками с сидром. Мы ещё не знаем, что должны бы поднять тост за человека по имени Джонни де Эпплсид. Дело в том, что до Америки яблоко докатилось совсем недавно, в начале 17 века с европейскими поселенцами. А века через полтора оно нашло тут и партнёра. Легендарный полубезумный бродяга по прозвищу Джонни Яблочная Семечка брёл по стране и всюду сажал яблони. Историки в конце концов восстановили реальную фигуру, скрывавшуюся за легендой. Это был Джон Чапман, владелец садоводства в Пенсильвании. Главным его бизнесом было разведение яблоневых садов на ещё не занятых землях фронтира. Чапман угадывал с поразительной точностью, куда двинется следующая волна поселенцев. Заранее выбирал участок и сажал там семена яблок. А когда года через три появлялись поселенцы, он продавал им саженцы. Но не стоит думать, что Чапман накормил Америку яблоками. История американского яблока не так проста. Я не мог понять, говорит Майк Полон, почему Чапман выращивал яблоки из семян. У яблок гены определенного сорта не передаются семенами. Каждая яблочная семечка содержит в себе гены многих сортов. Из семян вырастают яблони с плодами абсолютно непохожими на родительские. Поэтому хорошие сорта издавна сохранялись с помощью прививок. Причём как издавна. Первым применил этот способ китайский селекционер и дипломат Фен Ли 4000 лет назад. Но Джон Чапман был последователем скандинавского теолога Сведенборга и, скорее всего, не хотел регулировать природу, считая это кощунством. Благодаря Чапману в Америке сохранился богатый яблочный генофонд и выросли сотни разных сортов яблок. Конец цитаты. Сортов-то выросли сотни, но большинство из них были невкусными. В 17-18 веках в Америке яблоки не ели. Из них делали сидр, чаще всего сухой, то есть алкогольный. Первые поселенцы боялись пить местную воду и пили сидр. Но с середины 19 века сидр начал крепчать. Он превратился в яблочное бренди Applejack. Пьянство стало проблемой. Яблоко спаивало Америку. Энтузиасты сухого закона грозились вырубать сады. Спасла яблоко, по словам ботаника Поллана, опять сладость. В фермерских садах, говорит он, попадались, конечно, и сладкие сорта. Их-то и стали культивировать фермеры. Почти все классические американские сорта макинтош, болдвин, красный вкусный, вайнсап вышли из так называемых сидровых садов. До 1900 года слово яблоко в Америке идентифицировалось со словом выпивка. И только в начале 20 века оно вернулось к своему древнему значению. Хочется сказать закуски. Между прочим, сидр тоже привезли в Америку европейцы, а заодно привезли легенды. Например, что сидр изобрел в 8 веке король франков Карл Великий, сев ненароком на мешок с перезревшими яблоками. Думаю, это придумали французы. До них сидр добрался, кажется, только веки в 14-м. Но зато надолго стал самым популярным напитком и постепенно превратился, как и в Америке, в бренди, в знаменитый кальвадос. Марина Ефимова «Яблочные воспоминания» новая глава из мемуаров писательницы, чьи записки впервые выходят на волнах свободы каждый месяц. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева Редактор субтитров А.Семкин недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей. Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути. Есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет. Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое. На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, я считаю, только вредят, не создают какие-то положительные тенденции отношения людей. Я люблю нашего президента, я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова